Вы уже узнали, что за три месяца экспериментов в проекте «Перфект» с помощью правильного питания и спорта я похудела на 12,5 килограммов. Невероятные изменения. Еще полкилограмма, и мы будем на верхней границе нормы. Мой физический возраст уменьшился на 20 лет. Практический рекорд от 20 до 29 лет. Ты шотишь? Целлюлит из третьей стадии перешел в первую. Замечательное улучшение. Я увеличила себе губы, отбелила зубы, нарастила волосы и ресницы, бросила курить и материться, полностью поменяла стиль одежды и поведение. Смотрите прямо сейчас. Самая главная тайна проекта «Перфект». Ты правда не видела, что это платье подберет? Нет, не видела. Красное, точно. Черт, не знаю. Но пакетик, да, не знаю, но от кого, что это, оно красиво. И оно идеально, но мне так нравится. Поэтому, наверное, у него что-то еще раз. Лена? 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 Сюрпризы? Ребята? Ну что там, сюрприз? Лена? Сюрприз. Лена? А где все вообще? Так, непонятно. Жи же время. Ну пережи трубку. О, ничего не понимаю. Ладно. Так, ну Филипп должен был быть уже давно. Алло. Алло. Ирочка, а где вы? Отличный, просто финал проекта. Я так мучилась три месяца. Я так старалась это сделать. И теперь одна сижу в своей квартире. С кучей вырезок. И что там? Черт. Все мои старания, похудение. Все эти диеты. Целлюлит. Какая разница, можно было бы сидеть с такой же жопой, как и была. И радоваться. Все эти сумасшедшие эксперименты. Курить брось. Боже, как я сейчас бы села, бы закурила реально. Реально-то самого главного так и нет. И я одна. Да, теперь я знаю, какие платья нравятся мужчинам. И сколько калорий тратится на любовь и спорта. Но что я не знаю, как это, хорошо отдыхать свой день рождения. Да нахуй мне вообще это все было нужно. Бабрикова. Андрюша, ты пришел, привет. А что случилось? Что ты плачешь-то? Я не знаю, всех не получилось прийти. Таня, возьми себя в руки. Возьми салфетку и вытри нос. Что, сопливый? Да, ты, господи, день сегодня такой. Ты должна быть так. Тихо, спокойно, спокойно. Не туда, не туда, не туда. Все. Нос вытри. Вытирай нос. Хочешь я тебе смешную историю расскажу? Хочу. Короче, я же ехал сюда, ехал из-за города. Ну и захотелось мне по-маленькому. Я как раз останавливаюсь возле, ну прям на обочине. И получается с одной стороны поле, а с другой стороны дорога. Вот. Ну я так, значит, обошел машину, спрятался. Ну, как бы, чтобы никто меня не видел. Ну, знаешь, подумает еще, что там я какой-то... Маньяк. Вот. Ну да. Вот. А у меня как бы еще, знаешь, плач на мне был. Такое, знаешь, я так думаю, хоп. Классика, Жанна. Вот, да, шучу. Вот. И я, значит, делаю свое дело. И как бы, вроде, ну никто меня не видит. Я так еще, ну развернулся, как все, знаешь, в сторону поля. И так глаза поднимаю, а там луна вот такая вот. И знаешь, о чем я подумал? О чем? Я подумал, блин, а если там инопланетяне, и они смотрят позорную трубу, и они все равно все видят. Понимаешь? Короче. Давай выпьем. У меня есть вино. У меня есть отличное предложение для тебя. Поехали на вечеринку шаманов. Миша Шаманова? Не, Миша Шаманова вообще ни при чем. Короче, сейчас в Киеве самая трендовая вечеринка – это вечеринка шаманов. Я не был ни разу. Да ладно, плюнь, но все это. Буду похожа на ведьму. Пошли, да. Ну не знаю, Андрюш. Так, значит, хватит наговаривать на себя, я серьезно тебе говорю. Или ты на комплименты просто напрашивай. Ты отлично выглядишь, у тебя потрясающее платье, между прочим. Спасибо, мне тоже очень нравится. И вообще, я считаю, оно классно село на себя. Знаешь, а поехали. Вот никто не пришел ко мне, а мы поедем хоть нормально проведем время. Да. Пошли. Вот, ты действительно хорошо так села. А? Да ничего, ничего, ничего. Андрюша, куда ты меня ведешь? Куда-куда, с родителями знакомишься. Не, ну серьезно, вечеринка. Я всегда серьезно. Шаманова. Не Шаманова, а Шаманов. Шаманова. Ну, ты куда меня, на костер ведешь? Да, конечно. Шаманова. Да, нормальный пикничок у нас будет. Ну, это кроме шоток, это что, какой-то ритуал или что? Хотя сейчас уже не такой большой, как мог бы быть еще месяц назад. Ну что, ты готова? Ну, ты готова, а что дальше будет? С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Я хочу, чтобы ты никогда, никогда не забывала о том, что у тебя есть верные друзья. Это мы. Мы сегодня с тобой. Мы тебя очень любим, мы тебя очень поддерживаем. На самом деле, Танечка, нет предела совершенству. Поэтому я желаю тебе силы и такого-то вдохновения работать и работать дальше. Танечка, когда я в последнее время тебя встречаю, у меня просто челюсть падает от восхищения и приходится ее обратно поднимать, чтобы нормально работать. Я не знаю, что тебе дало хождение наше с тобой по кладбищу, но вот обнимашки с людьми, это наверняка было что-то, что способствовало твоему преображению. Мы всегда такой же красивой и незабываемой уроки женственности, очень люблю тебя. Ты молодец, я желаю тебе счастья и найти своего принца. Ты знаешь, я так сначала расстроилась и думала, что все во мне забыли. Расплакалась, так неудобно, вы мне такой праздник организовали. Это невозможно. Ты, ну, это тебе невозможно забыть. Знаешь, я не знаю, о чем жалею, это то, что я опоздал на две минуты и дал тебе расплакаться. Стала ли я идеальной? А вы знаете, да. Вернее, я такой и была. Вот только мне понадобилось три месяца для того, чтобы это осознать. Теперь именно это стало моей ежедневной работой над собой. И этот проект Perfect не закончится никогда. Весь проект Perfect я вела свой блог на странице Perfect на VTV и рассказывала вам обо всем, что происходило со мной за эти три месяца. Проект заканчивается, но я буду и дальше рассказывать вам обо всех секретиках. Ведь я постоянно узнаю что-то новое и буду помогать вам с каждым днем становиться все более и более Perfect. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...